Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня я вам покажу одну из самых красивых и одной из самых сложных комбинаций в русских шашках. Создал ее известный белорусский шашечный композитор Михаил Юрьевич Бень. А показал мне эту комбинацию известный московский мастер Валерий Евгеньевич Сафронов. Ветеран шашек, кстати, тренер известного чемпиона мира Александра Шварцмана. И показал он мне ее на соревнованиях в чемпионате России по русским шашкам. Вы знаете, друзья, я вечером бился несколько часов над этой комбинацией. Утром встал пораньше, тоже пытался решить ее. Еще вечером пытался добить ее, не смог, друзья, поймайте. Что не делал, как не ломал голову, так и не смог ее решить. Ну, давайте покажу ее вам. Вот эта комбинация великолепная. Ну, я пытался решить ее по-разному. Пытался как-то отдавать шашки. Пытался начать с тихого хода. Заставить черных сделать какие-то необдуманные ходы. Но, друзья, так и не смог решить. Попытайтесь решить ее. Если не получится, не расстраивайтесь. Комбинация действительно сложная. И Валерий Евгеньевич еще про эту комбинацию рассказал такую забавную историю. То есть, они как-то в поезде ехали со стоклеточниками. Ну, стоклеточники нас называют русачами. Вот так вот. И стоклеточники якобы стали говорить о том, что русские шашки игра более простая, чем, допустим, стоклеточные шашки. Ну, что Валерий Евгеньевич показал им эту комбинацию и сказал, давайте, ребята, поспорим по тем временам на рубль. Если вы решите ее, то я вам отдам рубль. Если вы не решите, тогда вы мне отдаете рубль. Как говорится, извинитесь за свои необдуманные слова, что русские шашки игра простая. Все стоклеточники пытались решить ее, но никто не смог. И вот сейчас я вам покажу решение. Ну, во-первых, бросается в глаза, что у черных ослаблено дамочное поле Д8. То есть, белые, скорее всего, попытаются загнать шашку черных на поле Ж5, а затем выбить шашку черных Ф6 и ударом шашки Х4 выиграть черных. Действительно, белые жертвуют шашку ходом АБ2, загоняют черных дамки. Но теперь, как загнать шашку черных на поле Ж5 и какая именно эта шашка будет? Непонятно. Белые делают блестящий ход ЕД4, после которого становится, ну, не совсем очевидным, но более-менее понятным замысел белых. То есть, если черные бьют сразу же на поле Ж5, у них есть, в принципе, три взятия. На поле Ж5, на поле АЦ5, Б6 и А7, это все ведет к одному и тому же, и на поле Ж1. То есть, три взятия. Но если черные бьют на поле Ж5, то белые подрывают пункт Ф6 и, соответственно, легко выигрывают вот таким ударом, снимая большую часть шашек черных. То есть, как лучше побить черным? Отдали ЕД4. Ну, если черные бьют на поле Ж1, то тоже довольно-таки понятно. Просто отдали шашку ходом ДЕ5, потом ЕФ2, ну и тот же самый удар происходит. То есть, дамка, шашка превращается в дамку и затем уже совершает свой конечный удар. Ну и последнее взятие, которое мы не рассмотрели. ЕД4. Черные бьют, допустим, на поле А7. Вот тут не совсем понятно, как заставить черных, дамку черных на А7 попасть на поле Ж5. Но, все-таки ответ есть. Белые ходят АСЖ3. Неожиданный ход. Черные бьют. Белые отдают одну шашку. Вторую шашку. То есть, видите, белые поставили шлагбаум, так называемый, на поле Д4. То есть, дамка черных должна остановиться на поле Е3. Она не может бить дальше. И затем белые наносят свой финальный удар. Шашка превращается в дамку. И останавливается именно на поле. Ну, можно, кстати, и на поле Е5 остановиться. Ну, лучше всего на поле Е6. То есть, ну и шашки черных обрезаны. Белые легко побеждают. Вот такая красивая, необычная комбинация от Михаила Юрьевича Берния. Композитора, ветерана белорусских шашек. Следующая комбинация возникла в партии, которая была сыграна в Московском дворце пионеров в далеком 1939 году. Во дворец пионеров пришел именитый мастер Сергей Ливознов, который сыграл с воспитанниками дворца пионеров сеанс одновременной игры. Мастер-сеансер играл белыми. Ж4, соперник ответил ФЕ5. АБ4, БА5. БА3, АБ6. С перестановкой ходов игра свелась к дебюту игра Бадянского. ЕДИ-4, БА7. Разменялись. И здесь сенсер сделал плохой ход ФЕ3. То есть, он уже проигрывает. И на что воспитанник дворца пионеров точно ответил ЕДИ-4. Разменялся. Ну, позиция белых плохая. Надо как-то что-то выдумывать, придумывать. И белые ответили ЖДИ-2. Последовало АЖ7. Тут еще последовала еще одна ошибка. Ну, на самом деле, ход ФЕ3 еще не проигрывал. Тут еще была ничья. Но сейчас белые делают проигрывающий ход. СБ2 ловушечный. И уже окончательно проигрывают. Мальчик ответил точно ДЕ5. И последовала заранее намеченная белыми жертва. БЦ5 и АБ4. Белые грозят провести две комбинации. То есть, первая комбинация, если бы был ход белых. БЦ5 и СБ4. С ударом на поле АЖ8. Вторая комбинация. ФЕ3. Побили. Так, прошу прощения. Вторая комбинация. АЖ3. ФЕ3. Побили. Побили. И ДЕ3. Побили. 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 Побили на АЖ8. С выигрышем. Вот такие комбинации заготовил Сен-Серд. Для юного воспитанника десятилетнего дворца пионеров. Мальчик задумался. И тут же выдал свою комбинацию. ФЖ3. Белые бьют на поле Б8. Далее. АБ6. Белые бьют на поле Е5. Черные на С3. Ну и куда бы белые не били, они проигрывают. То есть, если бьют на поле Д4, следует финальный ход ДС7 и финальный удар. Допустим, на поле С1. Дамка. Если же белые бьют на поле Б4, то следует уже вот такой финальный удар. Ну и также черные попадают в дамки на поле С1. Сен-Серд крепко пожал мальчику руку. А мальчиком оказался будущий мастер Николай Пименович Козлов. Кстати, один из, так скажем, сильнейших игроков в русские шашки, у которого было очень отличное как раз комбинационное зрение. Ну и последняя комбинация на сегодня, так скажем, на десерт. Вот эту комбинацию составил талантливый мастер и проблемист Фуат Бахтиозин из города Баку. Прошу прощения. У белых всего 4 шашки, у черных полный комплект 12 шашек. Ну, конечно, непонятно, как они так, как белые шашки попали на поля А7 и Б6, но, тем не менее, комбинация довольно-таки интересная и забавная. Попытайтесь решить ее. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Белые начинают проводить комбинацию ходом АБ8. Ставят дамку. Черные бьют. Белые отдают дамку. Белые отдают шашку. Предпоследнюю. И последней своей шашкой H2 проводят финальный удар. Причем финальный удар надо проводить аккуратно. То есть, давайте покажу последовательность боя шашек черных-белыми. То есть, первая шашка бьется G3, затем E5, то есть, вот так бьем. Затем E7, затем G7, затем G5, затем D2, B2, B4, D4 и заканчивается комбинация на поле G1. То есть, показываю. Сюда, 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 дамка. Сюда, 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 сюда. И затем снимаются все шашки черных. И у белых остается дамка против двух шашек. Эншпиль легко выигран. Вот такая вот забавная комбинация. Я думаю, она будет наиболее всего интересна вашим детям. Друзья, если вам понравились сегодняшние комбинации, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И можете поделиться этим видео в соцсетях. Я думаю, что многим любителям русских шашек будет интересно данное видео. До свидания. С вами был Олег. Кстати, сегодня в 21.15, прошу прощения, в 20.15 по московскому времени на шашечном канале «Всё о шашках» состоится стрим с моим участием и с участием тульского кандидата в мастера Арсения Ценова. Будем играть в шашки. Он будет играть, я буду комментировать. Так что присоединяйтесь. Увидимся вечером. Спасибо.